Значит, ну, значит, значит, было, значит, теорема, значит, существование процесса, значит, кси-Т, с, значит, с независимыми пророщениями, значит, независимыми пророщениями и, значит, начальным распределением Q0, значит, и, значит, данными, данными, значит, распределениями, значит, Q-S-T, значит, разностей, значит, Q-T-Q-S, значит, при T больше S, значит, равносильно вот такому тождеству. Значит, вот такое тождество, значит, отвечает за то, что есть процесс с данными распределениями, значит, смотрите, кто у них даны, значит, даны изначально меры, вот эти, так, и начальное распределение, так, и хотим, чтобы был процесс с независимыми пророщениями, у которого разности, видите, значит, не распределения Q-T, не распределения кси-Т самих даны, а даны распределения разностей, так, а, значит, и когда такой процесс есть? Вот в терминах, значит, в терминах характеристических функционалов вот этих вот мер. А если хотеть без функционалов, а в терминах самих мер, то это свертка, так, значит, в терминах мер, в терминах самих мер, это можно переписать вот так, значит, вот так можно переписать, значит, смотрите, но это дело вкуса, значит, если кто-то не любит характеристические функционалы, ну вот, пожалуйста, в терминах мер, значит, если кто-то считает, что свертка это что-то подозрительное и было когда-то давно, а вот проще перемножать функции, то вот так, но, в общем, это одно и то же. Значит, доказательство, значит, в одну сторону, значит, все очень просто, значит, смотрите, как будет в одну сторону, давайте только, чтобы не отходить от обозначений конспекта, в особенности с этими, но как обозначать моменты времени, конечно, совершенно безразлично, а тут какое правило? Этот первый, этот второй, так, значит, этот второй, этот третий, вот, значит, правило простое, значит, так, значит, смотрите, видите, значит, можно вот так написать, значит, так, вот так можно написать разность, так, значит, вот эти две случайные величины независимы, так, значит, у независимых распределения есть свертка, ну, ну, или что-то же самое, что, значит, вот то, что написано, значит, в одну сторону совсем просто, нужно просто вспомнить, что у независимых случайных величин, когда складываете, то преобразование Фурье, ну, вот характеристическая функция, распадается в произведение, так, и их, значит, характеристических функций, значит, в другую сторону, ну, в другую сторону чуть менее очевидно требуются некоторые, значит, вычисления, так, значит, в другую сторону, значит, пусть, значит, пусть, значит, тождество выполнено, так, значит, ищем, значит, ищем процесс с помощью следствия теоремы Калмогорова. Значит, теорема Калмогорова использует преобразование Фурье не двухточечных распределений, а всевозможных конечных, значит, нам нужно из двухточечных произвести, значит, вот давайте напишем, нужно из двухточечных распределений устроить, ну, вот те, которые требуются, так, в теореме Калмогорова, ну, ну, значит, то есть их, то есть их характеристические функции нужно устроить, так, значит, как я их тут обозначал, вот, значит, да никак я их тут даже не обозначал, так, значит, пусть сначала, пусть сначала начальное распределение, значит, дирак в нули, то есть мы вначале строим процесс нулевым, значит, давайте это я не пишу, значит, значит, то есть сначала ищем, значит, ищем с нулевым начальным распределением, с нулевой стартующей точкой, так, значит, как мы это делаем, значит, ну, давайте, значит, давайте сделаем так, значит, при, значит, выбранных точках, значит, при выбранных точках, вот это ПТ1ТН возьмем как образ произведения, значит, вот такого вот, QТ1 на QТ2, ну, QТ1, это, значит, ну, так сказать, 0Т1, да, Т1, Т1, Т2, значит, ну, и так далее, и так далее, QТН-1ТН, так, значит, вот это распределение у нас есть, значит, при линейном отображении, ну, линейное отображение вот какое, у1 есть х1, значит, у2 х1 плюс х2, значит, и так далее, у1 есть х1 и так далее, плюс х1. Значит, ну, почему, ну, почему это естественно? а, ну, потому что, если бы у нас уже было вот такое распределение н-мерное, так, то, как бы мы его могли получить? ну, 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 мы посмотрели бы, ага, значит, вот давайте это я просто в качестве пояснения тут напишу, как бы, в скобках, вот представьте себе, что у вас есть, ну, что вы хотите найти вот такое распределение, так, но компоненты не являются независимыми, у процесса превращения независимы, но не сами компоненты, так, поэтому, вот, нельзя просто взять, чтобы получить вот это н-мерное распределение, нельзя просто перемножить вот эти распределения, так, вот другое дело, другое дело, когда у нас вот, вот такое распределение, так, из разности, вот эти компоненты, вот эти компоненты независимы, так, У этого вектора распределение считается очень просто. Нужно перемножать распределение компонентов. Но теперь мы смотрим, как получается распределение этого вектора из распределения вот этого вектора. Смотрим, как этот вектор получается из этого. Он получается линейным преобразованием. вон те. Так? Значит, поэтому его распределение, есть образ вот этого распределения при том линейном операторе. Значит, а сейчас у нас пока распределений нет, но мы, так сказать, имитируем вот это построение, как будто бы они у нас были. Так? Вот если бы они у нас были, то мы должны были бы вот так поступить. А распределений пока нет, но образы мер у нас есть. Так? Значит, образы мер у нас есть. Значит, вот у нас получились образы этих мер. Значит, мы из двухточечных распределений путем их перемножений и линейных преобразований настроили вот такие вот, значит, распределения. А теперь нам надо проверить. Да, это сейчас еще небольшое пояснение, что будет, когда Т1... Значит, смотрите, тут у нас Т положительные, но ведь мы должны строить еще такие распределения, когда Т1 еще и нулю может быть равен. Значит, если Т1 равняется нулю, а дальше они, значит, идут как-то, то в качестве, в качестве вот такого, так, берем уже построенную меру, значит, берем меру для точек на 1 меньше, так, на РН, так, минус 1, значит, вложенную в РН. Ну, рассматриваем, считаемую как меру на РН. Значит, рассматриваемую как меру на РН. Ну, мы как бы игнорируем. Вот это, поскольку мы сейчас в ситуации находимся, когда это КСИ 0, 0, то, ну вот мы как бы вот эту первую нулевую игнорируем, так. Значит, таким образом у нас есть вот эти вот меры, так. Значит, что должно быть? Значит, какое у нас нужное условие согласования? Значит, нужное условие согласования. Значит, давайте я его выпишу. Нам нужно следующее. Значит, давайте сначала посмотрим, что у нас получается с характеристическими функционалами. Значит, характеристический функционал, значит, меры, образа меры, значит, образа меры, ну, мю при линейном отображении, отображение L считается так. Значит, фи мю от у, есть фи мю, простите, образ, значит, вот этот образ при линейном минус первом, значит, это будет фи мю, значит, исходный характеристический функционал, но в него надо подставить вместо у сопряженный. Ну, почему так? Ну, это просто из определения, значит, смотрите, значит, по определению, значит, по определению, вот так считается фурье, значит, по определению образа меры. Значит, по формуле замены переменных, это получается вот это, ну, и остается теперь вот это переписать вот так. Значит, ну, здесь перекинут L сюда, со звездочкой, так, вот откуда, значит, вот откуда появилась эта звездочка, так. Значит, поэтому мы можем найти фурье, вот эти, ну, вот характеристические функционалы, вот этих вот мер. Значит, для, ну, ну, еще, значит, замечаем, для той меры, которая еще не преобразовывалась. Значит, характеристический функционал вот такой вот. Значит, значит, там на векторе y1 yn есть произведение, так, поскольку, значит, это произведение мер, то, значит, смотрите, что получается. Характеристический функционал, значит, получается вот такой. Значит, вот так он будет записываться, так. А, значит, что будет с образом, так, значит, что будет с образом, значит, характеристический функционал образа, так, значит, какой будет. Значит, вот сюда, значит, видите, вот эта штука функция от y1 yn, так, и нам теперь вместо y1 yn надо подставлять, значит, значит, мы вместо y, вот там справа, видите, должны подставить l звездочка от y, так, значит, а как вы, как выглядел l, мы видели, так, значит, как l звездочка получится. Ну, или звездочка, нужно, ну, там, матрицу транспонировать, так, и поэтому, значит, ну, вот ответ будет такой, значит, это будет, значит, давайте я выпишу порядки возрастания числа, ну, то есть как бы с конца. Так, значит, это, откуда так получилось? Ну, это получилось проверкой, значит, во что превратится вот этот, так, значит, значит, вот получилось, значит, получился такой ответ, значит, получился такой ответ. А теперь, значит, значит, что нужно, что нужно проверять в терминах, значит, ну, вот это условия согласования, значит, условия согласования, значит, обратите внимание, поскольку мы условия согласования проверяем в ситуации, когда упорядоченные по времени наборы т-шек, так, то у нас остается одно согласование по проекциям, так, оно пришло из вот этого условия Коломогорова, что когда вы rn проектируете на, там, rk, так, то у вас, ну, образ должен быть какой нужно. Значит, как мы помним, это сводится к проектированию в пространство на единицу меньшей размерности, так, то есть, значит, что нужно, какие проекции нужно рассматривать? Вот у вас есть rn, но rn нужно проектировать не на, не только на rn-1, ну, вот такое буквальное, которое отбрасыванием последней координаты получается, но на все rn-1, которые получаются отбрасыванием любой из координат, с первой по n, по последнюю, так. Значит, что, значит, ну, вот когда у нас там было условия в терминах характеристических функций, значит, вот что нужно, значит, вот что нам нужно, значит, вот ответ, вот этот ответ я сохраню, так, значит, нам нужно следующее, значит, давайте это я выключу, значит, ограничение, ограничение, значит, этого, на подпространство, где mt координата 0 должно совпасть, значит, смотрите, с чем, должно совпасть с значит, значит, с характеристической функцией вот такой вот, где вот этой, ну, где вот этой нет, давайте я вот так напишу, вот так. ну, давайте, значит, ну, давайте смотреть, значит, значит, давайте их слечим, значит, 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 что будет, значит, 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 что, что будет, вот, вот, вот пусть это звездочка будет, так. значит, значит, подставим и, так, значит, mrm равное 0 в звездочку. Значит, смотрите, что получится. Получится следующее. Ну, вот, ну, я, естественно, считаю, что m, оно то не обязательно крайнее, ну где-то там в середине m. Если m это первое или последнее, ну все будет, в общем, очень похоже, но давайте не будем разбирать эти случаи, а такой вот разберем, так сказать, наиболее характерный случай, когда m не крайнее. То тогда смотрите, значит, что получится. Значит, шли-шли-шли, значит, до сих, ну вот, с y, значит, yn, так, значит, дошли до, значит, смотрите, докуда дошли. Значит, когда появится первый раз здесь, ну вот это вот m, давайте посмотрим, значит, в какой первый раз оно тут появится, так. Значит, ну, 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 в какой, так сказать, в какой, в какой комбинации оно появится? А? Ну вот, смотрите, значит, будет, вот давайте я напишу, y будет n, плюс yn минус 1, значит, плюс и так далее, y, m плюс 1, плюс y, m, так, вот так оно появится, да? Вот оно первый раз появилось. Значит, какой это будет момент? Значит, здесь будет t, m минус 1, t, m, вот так, так, вот, вот он, этот первый момент, да? Значит, вот мы его локализовали, но его на самом деле нет, это я написал, просто, чтобы было видно, куда мы 0 подставляем, так? А, 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 значит, а, значит, ну, 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 а дальше что будет? Значит, следующий, вот, ну вот оно появилось, значит, первый раз оно появилось, так? А, значит, и, значит, что дальше? Какой будет следующий? Ну, следующий будет вот какой. t, m, t, m плюс 1, так? А? Сейчас. Сейчас, 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 m, да, не так, не так, не так, не так. t, m минус 2, t, m минус 1. Вот так, да, вот так будет. И, значит, смотрите, что здесь будет. Здесь будет, ну, y, n, значит, плюс и так далее, плюс y, m, вот этот же, да, ну, которого на самом деле нет. А, и плюс y, m минус 1, так? Ну, и пошли какие-то дальше, так? Да. А, там, не под вас, когда у нас все, мы не забрали, у нас малышка такая почти диагональная, но я не поняла. Нет, нет, почему уже, она такая сильно, она такая совсем не диагональная, она такая сильно треугольная. Ну, ну, вот у нас, смотрите, какое было преобразование. А, y1 равен x1, y2 равняется x1 плюс x2, ну, и так далее. То есть, там половина, ну, так сказать, она такая целая треугольная, там много единиц, она диагональная довольно далека. Ну, там, грубо говоря, половина, ну, половина единица, половина нулей, так. Так, значит, смотрите, тут какая была структура. Шел последний, так, вот здесь. Потом последний плюс предпоследний, так. Ну, и потом, ну, и тут начинают добавляться, добавляться, и последний выстраиваются все, так. Вот такая была структура. Теперь мы вот в эти, вот в эти, вот в эти подставляем ym равное нулю, так. И он задействован, ну, он задействован, вот первый раз он задействован вот здесь, так. Значит, вот тут, значит, стоят какие-то произведения. Значит, вот он первый раз здесь задействован, да. А потом дальше он все время, значит, ну, дальше он опять все время задействован, так. Значит, вот что получилось, так. А теперь, значит, смотрите, что получилось. Значит, тут получились, вот я еще не выписал, значит, зря еще не выписал вот этого предыдущего, значит, смотрите, значит, вот тут появилось вот такое вот слагаемое, ну не слагаемое, а множитель такой появился, да? Но давайте напишем, кто перед ним стоял, перед ним стоял вот кто, tm плюс 1, tm, сейчас, только я нехорошо тут написал, у меня наоборот должно быть, у меня вот сначала меньше стоит, потом больше, так, значит, здесь, значит, смотрите, кто, кто стоит, значит, кто, кто стоит, значит, кто стоит перед этим, значит, перед этим стоит, значит, вот кто, tm, tm плюс 1, да? Вот так вот, ym и так далее, плюс ym плюс 1, так? А и он умножился вот на этого, так, значит, ym и так далее, плюс ym плюс 1, потому что вот этот исчез, так? Видите, значит, вот это у них одинаковые, так? Вот эти, у них из-за того, что у этого ym наисчез, так, вот эта точка стала общая у этих двух замножителей, так? А у них у каждого, ну, какая-то своя сумма, они вообще говоря разные, так? Но когда ym занулился, оказалось, что у них стоит одинаковый аргумент, но у нас есть тождество, значит, по нашему тождеству, так? А как только что-то вычисляется вот такого рода, видите, значит, то смотрите, что происходит, значит, происходит сокращение со множителя. Видите, вот этот tm промежуточный, он пропал, так, и это оказалось равно вот чему. Значит, значит, было, тут стояло два сомножителя, так? Но, когда мы подставили ym, равное нулю, эти два сомножителя свернулись, так? И получился один сомножитель, так? А, и, значит, поэтому это равно тому произведению, которое соответствует, ну, давайте я иду, tm, ym, значит, и так далее, до, значит, до последнего вот этого, tm. Значит, 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 какое там у нас последнее, 0, t1, значит, от суммы вот этой, ym, значит, и так далее, значит, без, значит, без вот этого. То есть это как раз, значит, это как раз получается, значит, характеристическая функция вот этого вот набора с исключенным, с исключенным m, видите? Значит, значит, для набора с исключенным m, вот будет, ну, такого же сорта произведения, но множители на единицу меньше, так? Значит, множители на единицу меньше. Точки, вот эти все те же самые, так? Значит, у них, смотрите, значит, когда ym равно 0, у них все множители, все множители, просто одинаковые, так? Значит, у них все множители одинаковые, кроме того, который зацеплял ym, так? Потому что у того, который, значит, ну, у этого, у этого, вот, значит, такого не было, так? Значит, с этой точкой. А для него, видите, сразу, вот в этом наборе, видите, в этом наборе, такой точки не было, так? В этом наборе, как бы, сразу перескок отсюда сюда, так? А здесь, а здесь, среди этих, точка tm зацеплялась, так? Но, вот из-за этого совпадения, вот из-за этого, видите, вот из-за этого равенства, Эта пара, значит, свернулась, так? И точка tm пропала, видите? После свертки точка tm пропала. Оказался как раз ровно тот множитель, который стоит вот здесь, так? Ну, значит, они совпадают, значит, все, значит, по теореме, значит, Значит, получается, что все доказано для нулевого начального значения, так? Значит, но теперь в общем случае, значит, теперь нам нужен общий случай. Как в общем случае, значит, найти процесс? Значит, в общем случае, строим строим ксеноль, равная нулю, процесс, так? И затем добавляем независимую случайную величину ксеноль с распределением q0, так? Ну, то есть, вот так делаем. Ну, на уровне, значит, без процессов, на уровне вот этих вот характеристических функций. Ну, независимую с этим процессом, так? Но можно не запариваться, ну, конечно, когда так говорят, независимую с этим процессом, спрашивается, а почему такая есть, так? Ну, чтобы это не обосновывать, это с помощью теоремы Колмогорова тоже обосновывается, но это можно не обосновывать, а просто сказать, что мы сделаем на уровне характеристических функций. Значит, на уровне характеристических функций делаем так. так, просто умножаем, умножаем все на q0, простите, на фи0, характеристическую функцию q0. Значит, сначала построили все с целью сделать нулевое начальное значение, так? Значит, а потом, когда мы все это сделали, то еще берем и умножаем на... Ну, это как раз равносильно тому, что мы ко всем построенным добавляем одну и ту же случайную величину с нужным распределением начальника, ну, от них независимую. Но вот при такой процедуре выгода в том, что не надо объяснять, почему так есть. Но на самом деле, ну, вот в этом и стоит объяснение, как такое сделать. Ну, вот так, умножить характеристические функции на общую вот этого q0. Значит, обратите внимание, когда мы добавляем к ним что-то, неважно, что мы добавили, когда мы, что бы мы к ним не добавили, так, что бы мы к ним не добавили общее, разности этого не заметят, так? Поэтому для разности ничего не изменилось. Ну, а для начального условия, конечно, изменилось. Но, собственно говоря, можно было бы, конечно, так не делать. Мне кажется, просто так немножко наглядней, когда с нулевым начальным условием. Вот. Значит, вот, значит, таким образом, значит, эта теорема доказана. Значит, с помощью этой теоремы строятся два важных процесса с независимыми превращениями. Значит, вот у нас почти все процессы, которые встречаются, будут построены вот с помощью теоремы Коломогорова и ее следствия. Значит, вот давайте рассмотрим, значит, два основных процесса. Значит, Виннеровский и Пуассоновский строятся с помощью этой теоремы. Давайте я сначала скажу, ну, сразу скажу, что это за процессы, а потом мы обоими чуть-чуть подробнее займемся. А, значит, Виннеровский, это вот кто такой. Значит, WT, значит, у него сразу начальное значение нулевое. Вот эти вот приращения, значит, независимые, значит, независимые при... Значит, упорядоченных по времени, ТН-ных. И каждое приращение, значит, каждое приращение... Значит, вот давайте здесь напишу. Это центрированное гауссовское с дисперсией... С дисперсией Т минус С. Ну, когда С меньше Т. А кто у нее Фурье, у такой гауссовской? Значит, то есть характеристическая функция такой гауссовской, значит, это экспонента минус у квадрат пополам умножить на Т минус С. Так, значит, вот кто у нее... У разности, видите, у разности. Так. Ну, давайте смотрим условия согласования. Так, значит, смотрим условия согласования. Значит, С меньше У меньше Т. Так. Значит, смотрите, что должно быть. Должно быть, что вот это... Вот это, так? Должно оказаться равно... Вот чему. А У минус С на... Вот это... Т минус У. Так. Значит, ну сравниваем. Есть равенство между ними. Так. Ну, есть равенство. Так. Равны. Так. Значит, они равны. Все. Значит, по доказанной теореме такой процесс и есть. Так. Значит, ну, мы в следующий раз поговорим про гауссовские процессы. И еще иным способом это же проверим. Так. Мы вообще то, что есть Виннеровский процесс, мы проверим тремя способами. Но это не потому, что каждый ненадежен. То есть, это не будет та ситуация, вот, про которую Коломогоров вспоминал, что он в старших классах увлекался историей. И даже подумывал, чтобы стать историком. И ходил на... уже школьникам на всякие семинары такие уже, так сказать, студентов. Но там ему очень не понравилось, что в истории каждый факт требует нескольких подтверждений. Он решил, что вот в математике как-то лучше одного достаточно. Так что это у нас, значит, не потому будет три обоснования, что каждого недостаточно, а просто каждая, так сказать, основана на каких-то вот интересных аспектах, значит, Виннеровского процесса. Значит, смотрите, первый аспект, значит, первый аспект, это он выступил у нас как процесс с независимыми превращениями. Так, значит, второй аспект, значит, этого Виннеровского процесса, он выступит у нас как гауссовский процесс. Так, и третья, значит, его сущность, это случайный ряд. Значит, он у нас появится как случайный ряд. Значит, каждая из трех, значит, этих граней, ну, может быть использована как доказательство его существования. Так, теперь давайте, давайте поассоновский процесс, ну, только давайте, чтобы я... не путал. Я вот, кстати, в конспекте, я вам скоро пришлю ревизованный конспект, и я там некоторые обозначения исправлю, чтобы, ну, соответствовало тому, что я на лекциях писал. Ну, вот, в частности, характеристические функции, у нас аргумент характеристической функции, вот, согласно проведенному в прошлый раз референдуму, будет через Y обозначаться, а не через лямбда, как это делают. Но, почему? Потому что лямбда у нас сейчас будет задействована особо, значит, определение. Вот теперь давайте поассоновский процесс, это будет отдельной, значит, отдельная история. Значит, это тоже очень важный процесс, и он тоже у нас двумя способами появится. Значит, определение. Значит, процесс, процесс, значит, НТ на 0, бесконечность, значит, поассоновский, с параметром лямбда, положительным, ну, или еще его называют с интенсивностью лямбда, значит, если, значит, приращение независимое, значит, ну, так же, как Виннеровский, в начальный момент 0, и при С минус Т, приращение, вот это, это вот что такое, значит, имеет распределение пуассона с параметром лямбда. Значит, это вот что значит, простите, не лямбда, лямбда на Т минус С. Это значит вот что, давайте я вот, чтобы какое-то время это повисело здесь, напишу. Это значит, что вероятность того, что КСИ от Т минус КСИ от С, Н, не, это только, значит, Н от Т, значит, минус Н от С, есть К, есть вот что такое. Так, значит, и это нужно поделить на К факториал. Значит, К здесь 0, 1, ну и так далее. Значит, 0 и натуральные числа. Ну вот, это дело вкуса, 0 считать натуральным числом или нет. Ну вот Арнольд, например, считал, что 0 ни в коем случае нельзя считать натуральным числом. Значит, смотрите, это известное классическое распределение. Так, для того, чтобы убедиться, что оно есть, нужно, ну, сложить ряд из них и убедиться, что это единица. Так, значит, какие значения принимает, значит, Пуассоновская случайная величина? Она принимает значения 0, 1 и так далее, вот с такими вероятностями. Так, ну, тут еще замешан параметр, так, и вот каждое приращение, оно со своим параметром, у них общий этот множитель лямбда общий, так, но при нем еще, видите, значит, при нем еще, вот эта разность. Так, ну, теперь спрашивается, почему он существует? Ну, давайте сосчитаем характеристический функционал этого процесса, ну, не процесса, а приращения. Значит, Фи, значит, С, Т, значит, от Y. Значит, как нужно считать? Значит, смотрите, значит, как нужно считать? Ну, как, ну, нужно брать, значит, умножать вот это дело вот на это, так? Значит, вот такое мы отожидываем. Значит, но тут никакого интеграла не возникает, да? Значит, возникает ряд по К. Значит, почему? Потому что вот эта штука принимает, значит, какие она значения принимает? Значит, она принимает значения К, значит, так, вот это. Значит, это принимает только вот такие значения, так? Ну, нужно еще умножить на вероятности вот те. Вот, значит, вот такая, значит, вот такой получается, видите, такой ряд получился. Так, ну, и что же это, значит, что-то такое, такое что-то напоминает, такое с первого курса, так? Значит, какой-то ряд, а какие-то И еще ужасные, так? Значит, вот с комплексного анализа, не к вечеру быть помянут. Но он тут такой вполне себе безобидный этот И. И, значит, получается, смотрите, что, значит, во-первых, с радостью замечаем, что этот множитель от К не зависит, а его можно из ряда исключить, так? И смотрите, что тут будет стоять. Тут будет такой вот стоять ряд с обратными факториалами, так? А при них будут как раз стоять степени, так? Значит, какие-то. И поэтому, значит, смотрите тут, что в итоге получится. Значит, получится вот такой. Вот этот множитель, он как выносился, так и выносится. А здесь, смотрите, что получится. Здесь получится экспонента, так? Значит, экспонента, ну, давайте я ее, чтобы меньше этажность была. Значит, смотрите, кто здесь, экспонента кого? Тут стоит Е в степени, ну, вот мы когда это объединим, так? Тут будет вот что стоять. Есть в степени И, 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 и при нем вот этот множитель. О, видите? Значит, вот такая есть получилась. ну такое в общем ну ничего себе выражение все такое значит вот ну естественно естественно это можно загнать под общую экспоненту так значит это что же экспоненты поэтому можно из этой экспоненты вычесть еще вот этот ну давайте это проделаем не поленимся давайте это проделаем и будет вот такой ответ значит смотрите значит смотрите что тут получится значит тут получится лямда t минус с так а тут будет есть степени и и y так минус 1 о вот такой получился ответ вот эта функция аргумента y вот она эта функция аргумента и так а ну и опять значит опять нужное условие опять выполнено так значит опять опять получилось что вот это есть это равенство опять есть у нас значит очень похожим образом очень похожим образом на предыдущие так значит таким образом значит значит процесс а значит процесс nt существует значит видите вот два важнейших для нас процесса вот они оба следствия этой теоремы но сейчас мы знаете что сейчас вот давайте сделаем сейчас или вот что вот мне нужно где-то через пару минут сделать небольшой технический перерыв то что я одновременно еще на диссертационном совете присутствую я вот так сказать сочетаю говорится приятное с полезным а значит а значит а вот мне в 3 нужно значит в 3 мне нужно туда подключиться он к счастью он к счастью удаленный режиме происходит значит давайте я сформулирую теорему а значит значит другой способ другой способ получить пуассоновский процесс ну кстати ну понятно я за это забыл отметить но сами догадываетесь что пуассон это конечно же должен быть француз так ну или вот любители французской кухни знают что пуассон это просто рыбу по-французски это вот он у нас так серьезно звучит по сон вообще-то это рыба значит да так вот она что это такой был известный математик мы это вот он и вероятностью занимался и анализом там и уравнениями значит такой вот весьма и ну и в общем то да и алгеброй тоже вот его именем много чего названо значит помимо распределения пуассона есть уравнения пуассона есть всякие скобки пуассона ну в общем он много где серьезно отметился да так вот а значит значит теорема значит теорема значит пусть пусть это n процесс восстановления процесс восстановления из независимых случайных величин ну ну все это а с с экспоненциальным распределением тогда тогда это пуассоновский процесс а ну вот сейчас после перерыва технического я напомню что такое и процесс восстановления и что такое показательное ну что такое экспоненциальное распределение так значит восстановление это вот что такое значит берутся складываются эти независимые случайные величины значит для каждого t значит мы берем максимальная n покуда сумма не превысила t так теперь что такое распределение ну вот это с параметром экспоненциальное значит давайте я напишу значит ксииты распределены экспоненциально с параметром лямбда больше нуля что это значит это значит что имеют плотность значит имеют плотность вот такую вот лямбда на е в степени минус лямбда x значит умножить на индикатор значит ноль плюс бесконечность значит вот такая вот значит плотность слева от нуля ноль значит слева от нуля ноль значит и потом в нуле лямбда ну и потом вот так вот убывает значит это довольно интересное распределение любопытно что у него средняя совпадает с дисперсией так значит таким образом видите у пуассоновского процесса есть совершенно явная формула его сдающая видите тут никаких распределений нет так он задан не с помощью теоремы колмогорова а и совершенно можно сказать явной формулой а ну вы спросите а зачем а ну это полезно по нескольким причинам во первых всегда полезно когда какой-то процесс появился ну вот в каком-то таком первозданном виде ведь у классиков задолго до колмогорова он появился так а это про этот процесс действительно в прикладном от нас вообще процессы восстановления довольно важный в прикладном процессе от в прикладном отношении процессы значит каждый ну я напомню он у нас правда такие самые элементарные процессы восстановления есть там всякие усложненные но у нас вот самые элементарные но даже в нашем элементарном значит обращении процесс восстановления он зависит от распределения вот этих независимых одинаково распределенных так значит кто кто у нас параметр процесса восстановления ну раз вот это распределение каждого из них так и и пуассоновский процесс получается при очень специфическом выборе вот этого распределения а именно вот при таком при других видах распределения все другие процессы не пуассоновский а и вообще надо сказать что удивить вроде тут все очень элементарно но оказывается что это довольно нетривиальные процессы вот как только вы начинаете брать общее распределение так какое-то не какое-то простого вида конкретного или общее то весьма нетривиальные вопросы так что это такой классический объект а вот с виндеровским процессом у нас будет похожая история у нас будет явная формула вот прямо явно процесс будет записан явной формулой виде ряда вот здесь в виде супремума какого-то а там будет записано в виде ряда но там у нас не будет доказательства потому что она очень трудно доказать что вот та формула которая у нас будет что она и впрямь задает то что надо а вот здесь можно ну нельзя сказать что это такое совсем так сказать легкое занятие но тут можно это явно голыми руками проверить так ну вот давайте мы это попробуем проверить ну собственно как попробуем я вот один раз проверил у меня вроде бы получилось так значит давайте попробуем значит на доске это воспроизвести ну методика тут на худой конец методика тут такая это объявляется задачей значит ну если мы ее делаем то значит вот мы молодцы а если сейчас быстро не сделаем то перейдем гауссовским процессом ну его ну и будет вам задача так значит значит доказательства ну я надеюсь что сделаем но тут некие вычисления вот на самом деле меня больше всего тревожит вычисление так но но вы же не недавно сдавали матан ну и вообще считается что физтехи могут какие угодно интегралы считать вот сейчас и посмотрим значит найдем значит найдем распределение вот такой штуки значит вот значит 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 линейным преобразованием с определителем ну с определителем равным единице ну давайте посмотрим какое будет линейное преобразование значит значит у него матрица такая значит матрица такая в строке в катой строке в катой строке значит стоят 1 1 1 до позиции к а потом нули так вот такая матрица а ну почему у нее определитель 1 ну так всегда было ну 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 вот так сказать физтехи должны это уметь проверять значит поэтому плотность значит смотрите у какая какая плотность распределения значит вспоминаем что мы ушли сейчас от этих независимых превращений у нас сейчас эти сами стали независимы так поэтому распределение вектора просто произведении распределение так а у них плотности так распределение значит это будет просто очень простая плотность так и поэтому ну, значит, распределение, значит, плотность, значит, распределение, это будет вот что, значит, ну, то есть, это будет плотность вот этого, вот, значит, от чего, и итог будет вот какой, ну, значит, я тут, чтобы меньше было писанины на доске, кое-какие пропускаю вычисления, но желательно их проверить, значит, поэтому смотрите, какой будет итог, значит, будет вот такой итог, значит, итог будет вот какой, лямбда в степени n на e в степени минус лямбда xn и на индикатор, вот от чего, xn, так я напишу, xn больше xn минус 1, больше и так далее x1, значит, вот такая вот плотность, ну, почему? потому что, смотрите, какая плотность у каждой из этих, у каждой из этих плотность вот какая, лямбда умножить на экспоненту, так, а на экспоненту чего? Вот этого с минусом, так, но так только когда аргумент положительный, а если аргумент 0 или отрицательный, то 0 получается, так, вот откуда выплыло вот это ограничение, так, вот это ограничение выплыло из-за этого, что каждая плотность на отрицательной полуоси равна 0, так, теперь, лямбда в степени n, ну, вот оно и есть, лямбда в степени n, это общий множитель, так, но куда подевались все эти разности, так, ну, а разности посокращались, потому что, видите, тут стоят не сами аргументы, а их разности, так, ну, там с этими множителями лямбда, но тем не менее они все благополучно посокращались, кроме остался только последний, значит, вот последнего никто не сократил, так, значит, вот получилась, значит, смотрите, получилась такая, значит, плотность суммы, но это еще далеко, так сказать, это пока еще довольно-таки далеко до результата, значит, вот зачем-то мы сосчитали плотность распределения суммы, но наш процесс-то это вовсе не сумма, так, значит, зачем мы сосчитали, значит, зачем мы сосчитали такой ответ, значит, такой ответ мы вот зачем сосчитали, значит, смотрите, что нам надо найти, значит, нам надо вычислить, ну, для того, чтобы убедиться, что наш процесс, значит, Пуассоновский, нам нужно, значит, вычислить вот такие вот вероятности. при различных, значит, при различных числах. Зачем, значит, зачем нам нужно вычислить такие вероятности, и почему мы их так странно записали, так, значит, почему мы так странно записали эти? Ну, нам в действительности нужно, значит, что нам нужно убедиться? Нам нужно убедиться, что у процесса независимые приращения, так, вот в чем надо убедиться. Поэтому мы вынуждены рассматривать вот такие разности, это по определению процесса с независимым приращением, так. Дальше, мы хотим увидеть, что приращение независимы, это значит, что эта штука распалась, вот эта вероятность распалась, так, но это нужно делать для всевозможных значений, ну, там, c1, c2, cn, так. Но мы, так сказать, авансом, чтобы упростить себе вычисления, мы вот эти числа, тут надо было бы писать, это равно c1, это равно c2, это равно там, ну, и так далее, да. Но мы, то есть, ну, наоборот, это cn, там, c2, c1, так. Но мы, значит, хитро написали. А, ну, а что было бы, если бы мы, так, ну, так сказать, как, значит, значит, бесхитростные ребята, ну, просто поставили сюда тут cn, там, а c1. Ну, ничего особенного, ужасного не было бы, ну, просто дальше формулы, ну, сложнее станут. Вот там, сейчас мы увидим, что, сейчас, значит, нам предстоят такие вычисления, они и без того, ну, такие не слабые, а если еще и константы плохо подобраны, то они будут очень длинными. Вот, собственно, финт в этом. Теперь, если мы убеждаемся, что эта вероятность распадается в произведение всегда, то мы получаем, что процесс с независимыми превращениями. Дальше, когда для одного приращения, когда для одного приращения, ну, вот только, скажем, для этого, значит, мы находим, что эта вероятность равна тому, чему полагается быть для распределения Уассона, ну, значит, все дело в шляпе. Поэтому, значит, как только мы убеждаемся, ну, вернее, как только мы получаем ответ, то все. Ну, давайте попробуем этот ответ получить. Значит, вот, значит, основное, так, значит, основное, значит, это три восклицательных знака, но это не междометие, а это, так сказать, знак того, что это очень важно. Так, значит, это есть вероятность события, значит, вот какого события. С1 и так далее, СК минус 1 принадлежат 0Т1, СК1 плюс 1, значит, и так далее, СК, СК2 принадлежат Т1, Т2, значит, и так далее, и последнее, и последнее, С, значит, КН минус 1 плюс 1, значит, и так далее, СК, Н принадлежат ТН минус 1 ТН. Вот. Значит, вот так. Значит, вот. Да, 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 еще нет, еще я не дописал, еще я не дописал самое важное. Еще я самый важный кусок не дописал. Значит, СКН, сейчас, не-не-не, вот я здесь нехорошо написал. А, да, нет, нет, здесь я написал хорошо. СКН плюс 1, СКН плюс 1, больше ТН. Значит, вот основное, так сказать, вот так мы, значит, эту вероятность интерпретировали, так? Ну, почему это так? Ну, вот это надо разобраться, но так вот, если некоторое время на это посмотреть, то, ну, в общем, вот можно это понять. Ну, в особенности это можно понять, когда уже сказан ответ, чему это равно. Вот если вам сразу сказали, найдите эту вероятность, ну, это, в общем, не очень просто. Но тут вот, так сказать, классики, значит, догадались, и вот, значит, ответ сообщили. Ну, вот это надо осмыслить. Я пытался, я пытался этот ответ как-то себе объяснить, но, ну, не знаю, но мне кажется, это невозможно объяснить. Вот мне кажется, что если несколько минут смотришь на это и думаешь, и сравниваешь ответы, то понимаешь, почему это так. А вот так вот просто сказать, значит, как говорится, просто и ясно, почему это так. Ну, в общем, надо вот на это внимательно посмотреть и увидеть, значит, почему это так. Но, собственно, интуитивно это понятно, потому что, ну, вот речь идет, так сказать, о перескоках этих сумм, ну, ну, так сказать, между уровнями, так. Ну, 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 вот, надо проанализировать, значит, что за перескоки происходят и вот что происходит, сравнить эти два события и увидеть, что, ну, вот так оно и есть, так. Но теперь, теперь, теперь получается, что, значит, смотрите, что получается. Сейчас, но, ну, сейчас, но на самом деле получается, что надо заканчивать, между прочим. Значит, вот давайте прикинем, значит, сколько времени еще есть? А, минус шесть уже, ой, слушайте, не, слушайте, а что же вы молчите, вы должны были протестовать. Все, тогда, тогда точно заканчиваем. Все, значит, значит, следующий раз продолжим. Следующий раз продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok